Так, друзья, следующая практика — соединение с собой в будущем. Я её ещё знала и придумала. Она очень рабочая, ещё в 12 лет, когда я не слышала ни про расстановки, ни про какие другие штуки, я её делала чисто интуитивно. И у меня в моём родном городе Челябинске остался блокнотик, в котором я записывала то, что мне приходило во время этой практики. Эта практика тоже расстановочная, для неё можно взять подушки, можно взять предметы, ну, что-то вам комфортное и удобное. О чём эта практика? Эта практика помогает соединиться с собой в том варианте реальности, который наиболее благоприятный для вас. Я была максимально удивлена, когда в 12 лет то, что я записывала в этом блокноте, то есть я прочитала уже, когда мне было там 20 лет, я открыла этот блокнот перед уездом на Бали, и там написано, я еду с парнем на байке по Бали, ну, там, типа, вот эти рисовые террасы, не на Бали, я как-то это описала, как, знаешь, вот эти рисовые террасы на Бали, вот, ну, вообще детально, какой шлем у парня, вообще, как я выгляжу, и что я в белом в чём-то, вот, я такая, ну, как бы взрослая, ну, как мне тогда казалось, 12 лет. И в итоге меня флэшбекает уже на Бали потом, я вспоминаю про то, что я писала это в этой тетрадочке, и я еду реально с парнем, ну, с моим бывшим, в таком же шлеме он едет, в таком же шлеме он едет, как в той моей детской записке, и такой же вид, и меня просто проштыривает дежавю, которое я видела тогда, то есть, и там я писала какие-то основополагающие моменты, которые реально случались со мной, ну, как бы там. Смотрите, и я рекомендую вам, вы можете это записывать в блокнот, потому что действительно классная тема, потом отследить, как это проявилось, даже если вам пришёл какой-то, как вам кажется, бред. Например, я стою на краю обрыва, рядом со мной кот, ну, например, и я там смотрю на океан, ну, грубо говоря, вы записываете это, вы потом можете очень сильно удивиться после этой практики. Когда с котом будете стоять на краю обрыва. На краю обрыва, да, и любоваться закатом.